Те страсти, которые подошли бы для нового сезона сериала «Корона» Сотрудники Кенсингтонского дворца обвинили Меган Маркл в травле и издевательствах Все это преддверие выхода интервью, которое Меган и Гарри дали Опре Уинфри О новом витке войны в королевской семье в обзоре зарубежной прессы В среду «Таймс» опубликовала рассказ бывшего пресс-секретаря мятежной Читы Он утверждает, что пока Меган Маркл жила в Кенсингтонском дворце, она выгнала двух работников И регулярно унижала сотрудников, кого-то даже довела до слез Затем появился тизер-интервью Меган и Гарри Опре Уинфри, которое целиком покажут через несколько дней В ролике Меган восклицает, как они могли думать, что после всего случившегося мы будем просто сидеть и молчать И если моя речь – это рискованный шаг, и мы можем многое потерять, то мы и так уже многое потеряли «Битва начинается», – комментирует BBC происходящий корреспондент королевского пула Джонни Даймонд Он считает обвинения, опубликованные в пику интервью На передовице таблоиды Daily Mail сегодня сразу восемь материалов о Меган Маркл и всем в осуждающем ключе «Гардиан» считает происходящее экстраординарным эпизодом в королевской драме И полагает, что после вмешательства Букингемского дворца словесная война вряд ли утихнет Автор статьи замечает, в иные времена, вероятно, подобные обвинения в издевательствах королевской семьи никогда бы не стали достоянием общественности Редкие британские СМИ, например, «Теллиграф» и «Индепендент» подают информацию о скандале в королевской семье сдержанно Без громких заголовков и драматических восклицаний Герцогения Сассекская отрицает обвинения Ее представитель заявил, что «The Times» преднамеренно распространяет ложную информацию В Букингемском дворце сообщили, что проведут расследование Простых жителей Лондона проблемы Гарри и Мегана уже не особо интересуют Конечно, странно, что обвинения в адрес герцогини появились в преддверии большого интервью при Уинфри Но вряд ли это скоординированный ход, инициированный британской монархией Считает глава группы компании Carfax Education Александр Никитич Официальная позиция, я думаю, королевского дворца будет заключаться в том, что никаких не предоставлять комментариев И, по сути, я думаю, последнее, что они хотят делать, это подливать масло в огонь и разжигать интерес вообще к этой теме Как мне видится, это, скорее всего, такая частная попытка бывшего сотрудника, который, я думаю, имеет, скорее всего, обоснованную обиду Выпустить в информационное пространство вот такую негативную историю Нужно помнить, что этот сотрудник как раз является бывшим председателем, поэтому очень хорошо понимает, как работает медиа Мало того, что королевский дворец не стал бы провоцировать эту ситуацию сейчас Я думаю, последнее, что они хотят это разозлить принца Гарри и Марков перед этим интервью В интересах, как можно скорее погасить эту историю, а не разрывать ее Такая частная инициатива прозвучала и дала такие всходы, они обязаны теперь этим заниматься Хочется надеяться, что само интервью не будет каким-то большим взрывом и новым витком развития такого скандала Александр Никитич, двухчасовое интервью Гарри и Меган Опри Уинфри покажет на канале CBS уже в это воскресенье Судя по тизеру, Меган в черном В шелковом платье от Армании и туфлях на шпильках На руке бриллиантовый браслет, принадлежавший принцессе Диане На ее фоне Гарри выглядит скромно он в сером костюме и старых коричневых ботинках В видеоролике критики успели разглядеть дырку на его подошве Ранее Гарри уже упрекали за то, что он выходит в свет в дырявой обуви Ранее Гарри 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 Продолжение следует...